Рождественские праздники Рождественские события не заканчиваются именно теми событиями, которые мы называем непосредственно рождественские. Это рождение Иисуса Христа, это приход пастухов, это приход волхвов. Мы знаем из Священного Писания, что после того, как волхвы посетили нашего Господа Иисуса Христа, Иисусу Христу с Его родителем, с земными родителями, с Иосифом и Марии пришлось сбежать и побывать в Египте. После этого Он возвращается в Назарет. В то место, где Иисус Христос должен прожить примерно 30 лет до того момента, пока Он начнет свое публичное официальное служение и таким образом явить себя и исполнить то, для чего Он пришел на землю. Итак, до определенного момента Назарет – это то место, которое предназначил Бог, Отец Небесный для Иисуса Христа. Если вы посмотрите по карте, а карта у нас есть, чтобы попасть в Назарет из Вифлеема, Вифлеем находится чуть южнее Иерусалима, а чтобы попасть в Назарет, это возле Галилейского озера, возле Галилейского моря, и этот путь составляет примерно 110 километров. 110 километров. Но Иисусу Христу, Иосифу и Марии пришлось проделать более длинный путь. Они вначале побывали в Египте, это в южнее, вот посмотрите, пожалуйста, Иерусалим, там прямо в Вифлеем, до границы Египта примерно 120 километров. Это южнее. Мы не знаем, где именно Иосиф с Марии в Египте поселились, я не думаю, что возле границы. Еще дальше они спустились, и только после этого они возвращаются в Назарет. Вы спросите, зачем эти подробности? Друзья, вы не задаете вопрос, есть ли Назарет? Ирод – это конечная точка, где Иисус Христус должен прожить, провести свою юность, свою молодость. Неужели Бог не мог защитить его? Да, мы понимаем, что Ирод, мы будем читать, Ирод хотел его убить, мы знаем. Неужели для Бога это было сложно, чтобы не пришлось им проделать такой опасный и сложный путь и таким образом вернуться в Назарет? Конечно же, Бог может, но почему-то Бог решил, сам Бог через ангела сказал Иосифу, чтобы они шли в Египет, а потом только в Назарет. Почему? Я думаю, что у вас в жизни возникают подобные вопросы. Господи, почему? Почему такой длинный, почему такой сложный путь? Господи, неужели у Тебя нет более легкого пути для меня? И иногда мы не находим ответа. Что нам делать в таком случае? Роптать? Саша очень хорошо сегодня напомнил, что роптать – это не должно быть, ропот не должно быть в жизни верующего человека. Как нам реагировать в таком случае? Давайте посмотрим, друзья, причины, которые мы увидим здесь в отрывке. Это в Матфея 2 глава с 12 по 23 стихи. Мы там увидим те причины, почему Иосифу Марии с младенцем Иисусом Христом пришлось проделать такой длинный и опасный путь. Обозначив этой причины, друзья, это поможет вам, когда вы не можете найти ответ, почему Бог это допускает в вашей жизни. Это поможет вам довериться Богу. Друзья, Бог заслуживает доверия. Сложные пути у вас могут быть. Это может быть связано с вашим здоровьем, это может быть связано с вашей работой или какими-то другими духовными переживаниями, друзья. Но когда вы не можете дать ответ, эти причины помогут вам, чтобы вы доверились Богу. Итак, мы читаем такие слова с 12 по 23 стихи. И получив во сне откровение, и не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. И когда же они отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет. И будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его, и ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, дозбудется, реченный Господом через пророка, который говорит, из Египта воззвал я сына моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Ефреме и во всех пределах его, от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Еремию, который говорит, глаз в раме слышен, плач и ридание и вопль великий. Рахиль плачет от детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода сие ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. «Услышав же, что Архалей царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченный через пророка, что он Назареем наречется». Вот такая история, то, что случилось с Иосифом, с Марией, с младенцем Иисусом Христом. И мы говорили о том, что мы можем увидеть здесь причину. Я предлагаю, чтобы мы обозначили четыре причины, почему Бог допустил такой длинный и опасный путь для Иисуса Христа и его родителей, чтобы, наконец, попасть в Назарет. И самая первая причина, которую мы можем обозначить и увидеть, кроется в том, что Богу угодно, чтобы волхвы были послушны Ему, вопреки воле царя Ирода. Богу угодно, чтобы волхвы Ему послушались. Поэтому мы читали в 19 стихе. «И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Вы помните, волхвы приходят в Иерусалим, они увидели звезду еще на востоке, они знают, что царь Иудейский родился. Они приходят, где они будут искать царя? Естественно, в столице. И они ожидают, что там будут знать, где родился царь Иудейский. Потому что они звезду, которую видели на востоке, они не видели эту звезду дальше. И вот, когда пришли в Иерусалим, они задают вопрос. Где родящийся царь? Если это иудейский царь, иудей должны знать об этом. Но они не знают. Они стревожились. Ирод, услышав об этом, тоже стревожился. Вы знаете, что Ирод не был законным царем. Вы знаете, что он был потомком Идумеев, потомком Исава. Он не был потомком Давида. Он не может сидеть на престоле. И он боится. Он тайно позвал этих волхвов. Написано, выведал, когда родился, когда появилась эта звезда. И сказал, что же он сказал? Посмотрите, седьмой стих во второй главе. Тогда Ирод тайно, позвал волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Ифрием, сказал, пойдите тщательно разведайте о младенце. И когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Замечательно! Вот это хороший царь. Он хочет поклониться рожденному истинному царю. И волхвы, ну, что они думают? Что они могут думать, волхвы? Волхвы думают, слава Богу, он тоже хочет поклониться. Правильно? И если бы у них не было откровения свыше, если бы ангел во сне им не сказал, то они так и сделали бы. Но у них есть откровение. И они стоят перед выбором. Бог говорит, чтобы они не слушали царя и чтобы они пошли другим путем. А царь говорит, придите и скажите мне, чтобы и я поклонился. И они стоят перед выбором. А Богу угодно, чтобы они были послушны Ему. Заметьте, если вы уберете, если вы уберете откровение свыше, у них есть то, что сказал царь. Можно переключить, пожалуйста. Если не было бы Божьего откровения, у них есть то, что сказал царь. Посмотрите, друзья, Священное Писание говорит, без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Если вы уберете откровение, они вынуждены будут поверить, довериться этому царю, но Бог открывает им. Бог говорит, Бог сообщает свою волю. Вот в этом случае, друзья, они должны довериться Богу, нежели царю. Они должны поступить, как Даниил и его друзья. Если вы помните, Даниил и его друзья, Сыдрах, Месах, Абденагу, они во всем были послушны правителю. Царю, Навуходоносеру, Дарии, Киру и так далее. Но как только вопрос касался послушания Богу, они готовы были не оскверняться, они готовы были есть петрушку, чтобы быть верным Богу. Помните? Когда речь касается поклоняться Богу или истукану, они готовы идти в раскаленный печь, чтобы быть послушным своему Богу, которого они любят. когда требуется, чтобы кроме истукана никому не поклоняться, Даниил, помните, три раза, как он совершал это, так и продолжал это делать, и он готов был идти львиный в ров, впасть львиный, это самое, ров, и быть съеденным, только он поклонялся своему Богу. Поэтому волхвы, когда они перед выбором стоят, естественно, они выбирают, если они истинно поклоняются Богу, если они пришли, истинно поклонились рожденному младенцу, они не могут по-другому поступить. Они послушны Богу. Вы думаете, что был простой выбор? Дело в том, что, чтобы вернуться, откуда они пришли, им нужно также длинный путь проделать. Все дороги ведут через Иерусалим, а им нужно вернуться южнее и через побережье Средиземного моря вернуться, но с другой стороны написано, что Иерусалим разогневался. Они могли навлечь на себя серьезные последствия этим тоже, но они готовы слушаться Бога. Друзья, не пренебрегайте Божьим откровением. Знайте Божьи откровения и будьте всегда послушны Богу. Не старайтесь смешивать Божьи откровения и какое-то мирское учение. Эти две вещи, друзья, никогда не могут соединиться. и имейте Божьи откровения, совершенное Божье откровение, знайте это Божье откровение и следуйте Божьему откровению. Только таким образом вы можете остаться верным Богу. Вы не можете остаться верным Богу, если вы будете соединять что-то мирское или добавлять мирское какое-то учение к Божьему откровению. Я приведу вам простой пример. Простой пример, распространенный пример. Это мирская психология. Вы не можете, друзья, мирскую психологию взять и соединить с библейским учением. Они всегда противоречат друг другу. И запомните, что психология всегда мирская. библейская психология не существует. Христианская психология не существует, друзья. Это придуманное людьми. Эти две вещи никогда не соединяются. Например, вот библейское учение говорит вам, как вам воспитывать детей. Если дети непослушны, наказывай его. Мирская психология говорит, нет, не наказывай ребенка, потому что ты травмируешь ребенка. И вы перед выбором находитесь. Откровение вам говорит, если ты хочешь, чтобы твоему ребенку было хорошо, наказывай. Таким образом, ты не травмируешь своего ребенка, таким образом, ты помогаешь уже травмированному ребенку. ребенок уже родился вам, у вас грешным. И чтобы ему не оставаться этого ребенка, этому ребенку, не оставаться травмированным, вы должны наказывать и помогать ему встать на правильный путь. Если вы убираете Божьи откровения, у вас остается мирская психология, эта мирская психология вам говорит, вы будете таким образом травмировать ребенка, и этот ребенок, этот ребенок вырастет у вас травмированным. И некоторые из вас уже это испытали в своей жизни. Вы воспитывали и вы получили результат, друзья. Теперь не смешивайте это, не добавляйте это, верьте Божьему откровению, и живите согласно Божьему откровению. Тогда вам будет хорошо. Тогда вашему ребенку будет хорошо. Почему? Потому что Бог всегда прав. Потому что нельзя, друзья, эти вещи смешивать. С другой стороны, когда у вас нет, когда вы не исполняете Божьи откровения, это могут иметь последствия. Это могут иметь последствия. Я приведу вам один пример. Посмотрите, пожалуйста, 3 царств, 13 глава, с 8 по 9 стихи. Посмотрите, один пророк имеет Божьи откровения, он приходит к царю, к царству, цар стоит возле жертвенника, совершает там жертвоприношение, курение, и вот приходит пророк из Иудеи в Северное царство и говорит, что эта жертва никогда зрушится. Царь, когда услышал это, он протянул руку и говорит, возьмите его, и вот его рука одеревенела. Помните, царь попросил помолись Богу, чтобы рука исцелилась. Он помолился, пророк помолился, и после этого царь говорит, ну оставайся, я тебе окажу почесть, поешь и потом возвратишься в свою страну. Посмотрите, что он говорит, этот пророк, хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господнем. Не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся тою дорогою, к которой ты шел. У него есть Божие откровения. Не оставайся, не ешь, не пей, и так вернись. Потом другой пророк из той местности, услышав эту историю, узнал, по какой дороге пошел этот пророк обратно домой, и он нашел его, вот он сидит у дерева, голодный, несчастный, и он говорит, пойдем, я тебя накормлю, я тебя накормлю, и ты пойдешь. Нет, я не могу, он говорит о том, что Богом мне сказано, чтобы я этого не делал. Этот пророк говорит, я такой же пророк, как ты, и Бог мне открыл, чтобы ты пошел со мной. Ну, согласился и пошел. Непонятно, почему этот пророк обманул, на самом деле у него не было этого откровения, он приходит, он поел, и посмотрите, что этот пророк потом говорит ему. Но воротился, ел хлеб и пил воду, извините, и произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи и сказал, так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблел повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. и отправился тот и встретил его на дороге лев и умертвил его и лежало тело его брошенное на дороге, осел же стоял подле него и лев стоял подле тела. Дорогие, так происходит, когда человек нарушает Божье повеление. Он всегда навлекает на себя Божий гнев, Божие недовольство и неустройство. Если бы волхвы не послушались Богу, что произошло бы? Друзья, с Иисусом Христом ничего не произошло бы. Бог защитил бы его другим образом. А волхвы навлекли бы на себя Божий гнев. Поэтому знайте Божие откровения, пребывайте в Слове Божьем и доверяйтесь Божьему откровению. Доверяйтесь Божьему откровению и вам будет всегда хорошо. Вторую причину, почему Бог допустил такой длинный и сложный путь в жизни Иосифа и Марии. Богу угодно, чтобы Иосиф был послушен вопреки сложностям и неудобствам. Посмотрите 13-15 стихи. Когда же они отошлись, и ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань возьми младенца и матерь его и беги в Египет и будь там доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Друзья, я не знаю, о чем думал Иосиф, когда ему пришлось бегать вместе с младенцем. Я думаю, что у него могли бы возникнуть вопросы. Давайте будем вот поставим себя вместо Иосифа. Я буду за Иосифа, если вы не против. Вот я на месте его ставлю себя и вот какие у меня возникнут вопросы. Господи, ты хочешь, чтобы я сбежал в Египет и мне нужно ночью бежать? Господи, а разве это безопаснее мне с младенцем бежать в Египет? Разве ты не сам не осуждал, когда дети твои бежали в Египет? Когда Авраам бежал в Египет? Ты же сам, если книгу Иеремия вы почитаете, вы видите там, и ты хочешь, чтобы я пошел в Египет к этим язычникам? Господи, ты не можешь меня и этого младенца защитить по-другому? Господи, этот младенец не мой сын, он твой сын. И ты сказал, что это Эммануил, с нами Бог. и ты сказал, что это этот младенец спаситель всего мира. Разве Симеон не сказал об этом? Посмотрите, когда они принесли младенца Иисуса в храм, Симеон говорит, ибо видели отчима и спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Господи, если это все так, кто такой этот Ирод, мертвый пес, чтобы я бежал? Кто такой Ирод, если Бог с нами? Когда родился этот младенец, я вообще ничего не пойму, Господи. Мне пришлось из Назарета, Мария была беременна, мы пришли в Ифлеем, для нас не нашлось нормального места, мы в минуждении были этого ребенка в ясли положить. Когда я посвятил этого ребенка тебе, у меня не было средств, чтобы принести нормальную жертву, мне пришлось принести горлицы и двух тенцов, Господи, ты не мог позаботиться обо мне? Да, вот эти волхвы пришли, они принесли вот это золото, у меня есть чем жить в Египте, но ты разве не мог по-другому решить этот вопрос? Вы заметьте, друзья, иногда некоторые вам говорят о том, что когда вы становитесь христианами, вы уже все, вы победитель, вы крутой парень, у вас все должно быть вот так, вы должны стать богатым, вы должны стать здоровым, а Иосиф держит в руках младенца Иисуса Христа, и он бежит. И он бежит, потому что Богу так угодно. И победа, друзья, не в том, что вы станете крутым парнем, вы станете победителем, вы станете могущественным парнем. Победа в том, что вы побеждаете себя, вы побеждаете робот, вы побеждаете то, что восстает в вас, и победа в том, что вы доверяетесь Богу, хотя вы не знаете, почему это или что-то другое происходит в вашей жизни. Победа в том, что вы не начинаете спорить с Богом, а просто доверяетесь Ему. Вам непросто, а вам тяжело, но вы доверяетесь Богу, потому что Бог лучше знает, потому что есть вещи, которые сокрыты перед вами, и вы не знаете, почему так, а Бог знает, и в этом есть ваша победа. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел, посмотрите, он говорит, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Я не дорожу свою жизнь, главная моя цель, чтобы это не случилось, совершить то предназначение, которое дал мне Бог и которое ожидает, что я исполню. Бог ожидает, что исполню. Поэтому я не дорожу своей жизнью. Он готов идти на все, и вы знаете, если вы посмотрите 2 Коринфянам, вы увидите, что переносил апостол Павел. Это просто невероятно, что он переносил, когда он исполнял свое служение. Поэтому о чем мы говорим, друзья? Христианство это христианство это не Фейсбук или это не Инстаграм, это даже не посылание стихов, друзья. Это даже не песни, которые вы повторяете 150 раз, вот как я люблю Христа или как он любит вас. Христианство это когда вы знаете Божью волю и соглашаетесь. Вы принимаете. Вы принимаете непростую Божью волю в вашей жизни. и ведете, идете к цели, которую предназначил для вас Бог. Христианство это радостная жизнь, но это непростая жизнь. Христианство это взрослая, зрелая жизнь. То, что мы видим здесь. Поэтому задаем здесь вопрос, вводим ли вы Духом Божьим? идете ли по Его воле в вашей жизни? Не какими-то видениями сверхъестественными, а зная Священное Писание, зная Божий характер, идете по этому пути, который Бог для вас предназначил. Вы знаете, многие из вас знают семью Федия и Лоры. В прошлый раз Лора была с нами, и вот здесь маленький ребенок Давид, он на кларнете играл. Но года три назад, друзья, об этом ребенке они узнали страшную весть, что у него в груди огромную опухоль лимфоза. Лимфоза. И Федя этот снимок сфотографировал и сбросил, он создал специальный молитвенный чат и разослал эту фотографию всем своим друзьям и по церквам. И вот в этом чате видишь вот это огромное опухоль заполняет всю грудь маленького Давидика. И какая-то сестра пишет, может быть это ошибка? И Федя отвечает, это не ошибка, это Божья рука. Федя понимал, что без Божьей воли не происходит ничего. Федя понимал, что Бог это допустил и его задача не спорить с Богом, а молиться. Молиться о том, Господи, проведи через это. Молиться о том, Господи, если воля Твоя угодно, дай исцеление, избавление через это испытание. не вы видели, два года это невероятно сложный путь. Здесь в Ахмадеде. Но, слава Богу, есть принятие Божьей воли и есть Божье благословение. Вы видели, как он там дур в клармете? Вот что мы говорим, друзья, это когда вы понимаете Божью волю, когда принимаете, соглашаетесь, вы не спорите с Ним и вы не ропщите, как не роптал Иосиф, но исполняете то, что угодно. Третья причина. Богу угодно, чтобы Ирод наполнил меру своего беззакония и противления. 16-18 стихи. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Ифриеме и во всех пределах его от двух лет и ниже во время которое выведал от волхвов. Тогда сбылась реченная через пророка Иеремию, который говорит, глаз в раме слышен, плач и рядание и бопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Ирод продолжает свое безумство, как бы наполняет свою чашу беззакония. Вообще касательно Ирода ничего удивительного, друзья. Он убил до этого свою жену, трех своих сыновей, потому что подозревал, что они посягают на его царство. Мы говорили о том, что он был иудомиянином, он все боялся. когда вы читаете книгу Марка Мура о жизни Иисуса Христа в хронологическом порядке, вот он дает исторический контекст об этом человеке. Смотрите, он пишет, Ирод, лишенный рассудка, жестокий параноик, лежал на смертном одре. Ему казалось, что младенец Христос ему создавал серьезную угрозу его трону. Он должен был избавиться от младенца. И вот он, такой план у него, он увидел, что волхвы не послушались, были осмеянными волхвами, он разгневался, и он издает приказ, чтобы истребить всех младенцев, чтобы наверняка, что среди них будет обязательно и царь иудейский. И Асиридом все понятно. Он наполняет чашу свою беззаконие, и он идет в своей погибели. Но у людей могут возникнуть вопросы, и вы этот вопрос слышите неоднократно. Как Бог допускает такое зло? Вот эти невинные дети погибли. Неужели Бог не мог по-другому это решить? Если вы помните в библейском институте, когда Бога обвиняют человеческим мнением, Бога обвиняют, защита Бога в богословии называется теодоция. Это судебное слушание Бога. Это из двух терминов происходит. От греческих слов теос и дики, которые означают судебное слушание Бога. Когда Бога обвиняют, что должен Бог сделать? Он должен защитить себя. Свою защиту Бог выстраивает в священном писании и если вы обратите внимание, Бог никогда себя не защищает. Он просто провозглашает. Например, такие вещи. Вот откуда взялось в совершенном мире в битии в третьей главе зло? Откуда взялся грех в сатане? почему совершенные Адам и Ева могли согрешить? И когда Адам согрешил, он намекает и обвиняет кого? Он обвиняет Бога. И Бог не стал защищаться. Бог осудил Адама. Когда Иов попал в такие беды, такие страшные болезни и беды постигли его, он хотел задать вопрос Богу. И когда Бог явился ему, Бог так и не дал ему никакого ответа. Бог не защищался, Он не объяснялся. И Иов хотел задать вопрос, но вопрос и задавал Бог. И мы видим потом, Иов говорит, я в страхе и пепле сокрушаюсь, трепещу, я был неразумным. Друзья, о чем все это говорят? Сомневаться в Боге это дерзко, и это неуважительно. Посмотрите, что говорит апостол Павел римлянам в 9 главе 14 стихе, когда апостол Павел предвидел, что кто-то может обвинить Бога, что же скажем, неужели неправда у Бога? Он говорит, никак. Самое сильное отрицание никак не может быть неправда у Бога, если ты чего-то не понимаешь, человек. А ты кто человек, что споришь с Богом? 20 стих. изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Друзья, я неоднократно это говорю и говорить буду всегда. Вы не можете быть справедливее, чем Бог. Справедливость исходит не от вас. Понятие справедливости исходит от Бога. И грешный человек не может быть справедливее Бога. Вы не можете любить больше, чем Бог. Да, друзья, зло существует и Бог допускает это зло. Но вы не можете обвинить Бога в какой-то несправедливости. Божья воля, чтобы Иосиф бежал, Иосиф бежит. Бог заслуживает доверие. И мы должны это делать. С другой стороны, эти младенцы, которые были избиты Иродом, мы знаем, друзья, что исследуя Писание, соединяя все библейское богословие, эти младенцы, они спасены. Истребив их Ирод, они отправились в рай. А вот если бы они выросли, кто знает, они уверовали бы или не уверовали бы. Мы не знаем этого. Как бы там ни было, друзья, мы должны довериться Богу. Бог допускает, Бог берет на себя эту ответственность. Бог допускает. Бог не участвует во зле, но Бог допускает это. Здесь мы видим также пророчество, но это не прямое пророчество. Что-то подобное происходило уже с израильским народом. Это пророчество Осии 11 глава 1 стих. Что-то подобное происходило с Израилем, с Рахилью, с его детьми, когда они находились в Вавилонском пленении. И здесь что-то похожее происходит, и новозаветный автор, богодухновенный автор вкладывает как бы новый смысл. Это богослов в герменевтике, это называется типология. Похожее что-то исполняется. Итак, четвертая, последняя причина. Мы говорили о том, что Богу угодно, чтобы волхвы были послушны, Богу угодно, чтобы Иосиф с Мария были послушны ему, Богу угодно было, чтобы Ирод наполнил свою беззаконие, чаще беззакония, и последнее, Богу угодно, чтобы Иосиф доверился ему на каждом этапе жизни, на каждом. Почему? Посмотрите, друзья, по смерти же Ирода, сие ангел во сне, ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но получив во сне откровение, пошел в пределы галилейские и придя поселился в городе называемом Назарет. Дозбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Ирод умер в четвертом году до нашей эры. Иосиф Флавий, иудея, римский историк, раскрывает ужасные подробности его смерти. Это был достойный конец этого человека. Вы знаете, что в летоисчислении есть ошибка, да, и вот Иисус Христос фактически родился чуть раньше, чем это принято. И вот эти тексты также это подтверждают. Но что здесь важно? Мы не знаем, через сколько времени они находились в Египте, но когда Ирод умирает, ангел Господень говорит, что возвращайся. Возвращайся в Иудею, и он не уточняет, куда возвратиться. Они приходят в Иерусалим, они слышат, что сын Ирода царствует Божию провидению вообще ему вначале досталось Галилея, но Бог его переместил в Иерусалим, чтобы Иисус Христос свободно мог вернуться и поселиться в Назарет. И потому снова он получает откровение, Иосиф снова получает откровение. Что здесь я хочу подчеркнуть? Бог вам наперед не говорит. Вот что ты должен сделать и конечной цель, но Бог поэтапно ему открывает. Ты должен вернуться в Иудею. Он приходит в Иерусалим, он дальше не знает куда идти, Бог снова говорит, ты должен теперь идти в Назарет. И посмотрите, друзья, почувствуйте вот этот момент, 23 стих. И придя поселился в городе называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Вот приходит то точка и здесь приходят в это место то, что Бог предназначил, и вот они могут теперь успокоиться. Это длинный путь, это сложный путь, и это богоугодный путь и покой. Это есть христианство, друзья. Вы знаете, свое назначение, Бог вас ведет непростыми путями, вы исполняете, и Бог дает покой. Потом будут какие-то другие процессы в вашей жизни. У каждого из вас есть свой Назарет, конечная точка. Знаете ли, где ваш Назарет? Вы должны это знать. вы должны это понимать. Вы должны это согласовать с Богом. И идти, возможно, не простыми путями, но вместе с Богом. И Бог приведет к покою, когда вы можете отдохнуть, сказать, слава Тебе, Господи, я исполнил то, что Тебе угодно было. так угодно было Богу в жизни Иосифа и Марии. Что угодно Богу для вашей жизни. Поэтому последний слайд, обратите внимание, друзья, это вот формула зрелости христианина. Вы знаете Божью волю, я знаю, знаю мою волю, говорит Бог, и следую на каждом этапе в жизни. Но люди делятся на две категории, друзья, на две категории. Те, которые знают Божью волю, исследуют, и те, которые знают Божью волю, но они противятся. Есть, которые открыто противятся, например, это Ирод. Есть люди, которые, ну, я не знаю, мне нужно дополнительное, но, друзья, рано или поздно люди, которые вот так пассивные отношения как бы избирают, они обязательно присоединятся к Ироду. Обязательно присоединятся и рано или поздно начнут открыто восставать против Бога. Поэтому, что необходимо для этих людей, друзья, познавайте Божью волю, Богу угодно, чтобы вы покаялись, и обрели вечную жизнь. Бог для вашей жизни все уже сделал. Он прислал Сина своего Иисуса Христа, который пришел и решил вашу главную проблему, проблему греха. Он понес наказание. И Бог говорит, уверуй в Иисуса Христа, прими Иисуса Христа, покайся в своих грехах, оставляй безбожную жизнь и следуй за мной. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И вот, что произойдет с вами? Вот эта стрелка показывает, из одной категории, из одного места безбожников вы перейдете богоугодных людей, которые поклоняются своему Богу. Поэтому пусть Бог благословит исполнить для вашей жизни Божью волю. Пусть Ему будет вечная слава. Аминь. Помолимся. Субтитры